Ребята, привет! Сегодня для вас запишу ролик, который, уверен, будет интересен многим ребятам, стреляющим полнотелыми винтовками и прямоточными винтовками. Почему? Потому что давно спорим, давно обсуждаем тему, как меняется платок при изменении объема резервуара. В моем предыдущем ролике вы увидели субминутную винтовку под полнотелую пулю в Питер для спорта, которая стреляет Катюшей 2,4 грамма. Так как клиент выразил желание поменять колбу с 0,45 на 0,75 литра, а у меня еще есть настроечная колба, которую я использую для редукторных винтовок, там всего 0,95 кубических сантиметров объем этого резервуара, то есть возможность сравнить. Я не буду трогать ударно-клапанную группу позже, просто буду менять резервуар, заправлять компрессором до одинакового давления и посмотрим, как изменится плато при этом. Лично мне очень интересно, я такие опыты системные никогда не проводил, не сравнивал в программе, есть такая программа Миронов, называется, она позволяет просчитать расход воздуха, позволяет просчитать энергетику, отстроить плато. В общем, очень интересно, я надеюсь вам данный опыт понравится, давайте посмотрим, что из всего этого получилось. Напоминаю, что под описанием к видео находятся ссылки на два сайта, если вас что-то заинтересует, не стесняйтесь, заполняйте формы, обращайтесь, я всегда буду рад вам помочь. Метод сравнения будет очень простой, отстреливаем разные резервуары разного объема. Сейчас 0,45, это стандартный резервуар, который ставится на егерей с полигональным стволом, 300 атмосферное рабочее давление в нем. Давление будем закачивать одинаковое компрессором до 290 атмосфер. И отстреливать в плато посмотрим, что из всего этого получится. Стрелять будем пулей Катюша 2,4 грамма. Собственно, под эту пулю винтовка и настроена. Наденем очки безопасности ради. Давление этот манометр показывает 260 примерно. Давление около 230. Давление порядка 210. Пусть будет 195. Отстрел 450 кубовой колбы показал средний расход 10 кубических сантиметров на джоуль. В 10-метровом коридоре получилось 25 выстрелов, в 5-метровом 16. Считаю хорошим результатом. Изначально винтовку показала минутную кучесть именно с этим стандартным резервуаром. Но после замены на резервуар 0,75 литра хуже точно не стало. Так, ребят, резервуар 95 кубиков. Заправил до 290. Дал остыть еще раз до 290, чтобы точно было то давление. Система та же. Продолжаем. Микрорезервуар 95 кубических сантиметров показал интересный результат. Это 7 выстрелов в 10-метровом коридоре и 5 выстрелов в 5-метровом коридоре скоростей. Но при этом показал наименьший расход кубических сантиметров на джоуль. Не готов пока однозначно сказать, чем это связано. Но есть определенные тенденции, о которых я обязательно вам скажу в конце ролика. Заправляем колбу с 0 до 290. Ну что ж, за 7 минут до 290. Неплохо. Дам остыть и дозаправлю. Так, ребят, ну что ж, колба 0,75 литра. Посмотрим, что получится. Так же закачал двойная заправка до 290, остыли еще 290. Подводя итоги нашего эксперимента, хочу сказать следующее. Колба 0,75 литра дала в 10-метровом коридоре 38 выстрелов полнотелой пулей 2,4 грамма в калибре 5,5. На мой взгляд, результат выдающийся, учитывая то, что данная колба может без проблем вставать в стандартные посадочные места егеры для этой колбы. Поэтому она совершенно спокойно взаимозаменяема со стандартной. В 5-метровом коридоре удалось получить 27 выстрелов. Таким образом, без проблем, без дозаправок можно садиться и стрелять бенчрест на 100 метров. Будь это бенчрест, который стреляется на чемпионате России на базе правил клуба «Восток» или бенчрест «Восток». Я остался откровенно очень-очень доволен полученным результатом. Также хочу отметить, что замена модератора положительно сказалась, и установка того модератора, который я ставил на чемпионат России, великолепно себя показала. Стало существенно тише, пропали отрывы, и винтовка застреляла так, как она должна стрелять с модератором. А сейчас вы видите график сравнения. Красный – это 95 кубических сантиметров резервуар, оранжевый – это штатный резервуар 450 кубиков, и зеленый – это резервуар 750 кубических сантиметров. На мой субъективный взгляд, получилось более ровное плато, более длинное и однозначно более эффективная стрельба с таким резервуаром получается.